Трудные места писания с библейским порталом Экзегет. И сейчас поговорим о месте настолько трудном, что, в общем, никто не знает, как его переводить. Это послание к Ефесинам, 1 глава, 23 стих. Начну читать немножко выше. Тут такой длинный и очень сложный оборот речи, но давайте мы начнем, наверное, с 21 стиха. Идет речь о Христе. И сказано, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только всем веки, но и в будущем. И все покорил Бог. Под ноги его, Христа, и поставил его выше всего главою церкви, которой есть тело его. До сих пор все понятно. Цветисто, возвышенно, но понятно. Тело его, полнота наполняющего все во всем. Что за полнота наполняющего? Смотрите, здесь по-гречески такой текст, который, в общем, тоже можно понять по-разному. То плерума тута панта ин пасин плерумену. Как и в русском полнота наполняющего. Это такое вот выражение из однокоренных слов. И проблема в том, что глагол, который здесь переведен как наполнять, он означает не только наполнять, но и исполнять. Осуществлять, да? Реализовывать. А форму вот этого причастия плерумену можно понять как возвратную, то есть наполняющий, исполняющий сам, или как страдательную, пассивную, исполняемый и наполняемый. И тогда у нас с вами получается, что в церкви присутствует полнота Христа. Вот тело Христово полностью в церкви. Он все наполняет собой, да? Церковь получает полноту от Христа при страдательном значении этого причастия. Церковь сама собой исполняет Христа, служит историческим воплощением того, что он может служить на земле. Так, но это только половина выражения. А что значит наполняющий все во всем? Христос или Бог, они здесь в первой главе Ефесиным, как два субъекта, наполняют собой все. Он везде, да? Или, я же напомню, что глагол обозначает не только наполнять, но и исполнять. Бог исполняет все сам, свой предвечный замысел. Христос исполнен всего в страдательном значении, да? Он наполнен всем, ему всего хватает. Слушайте, я сказал очень много правильных слов и выражений, да? Вот мне любое нравится. Как понять смысл? Знаете, мне кажется, что не случайно здесь написано так. Это не то, что некоторая неуклюжесть выражения. Это не то, что некоторая такая, знаете ли, ну, забывчивость насчет грамматики. Так какой там залог у нас, глагол Плеро, в каком словарном значении приведен? Мне кажется, что здесь появляется такой литургический гимн, хотя формально это не гимн, который звучит вот по-разному, в разных контекстах, в разных смыслах. И еще раз, все вот эти смыслы присутствуют здесь целиком. В церкви полнота Христа. Церковь, наоборот, получает полноту от Христа. Ну, с другой стороны, не наоборот, а как бы с другой стороны, глядя. Церковь служит исполнением Христа в этом мире, да? Христос наполняет собой все, Бог исполняет все сам, или Христос исполнил всего. А так ли это важно, какой из вариантов взять? Может быть, самое главное, что хочет сказать нам автору, очень цветисто, многозначно, многослойно, что во Христе полнота. Бог дает ее Ему, Он являет ее собой. Церковь на земле исполняет собой все, и эта наполненность исполняет обетование Бога. Это все разные стороны одного процесса. Вот бывает так, что чего-то не хватает. Нам все время чего-то не хватает, да? А вот когда со Христом, то хватает всем и всего. Пусть не всегда мы это можем заметить. Ну и как-то это же надо переводить. Давайте я прочитаю с 20 стиха свой перевод. Бог воскресил Его из мертвых и посадил в небесном мире по правую руку от Себя, превыше всякого начала, власти, силы, господства и вообще всего, что может быть названо не только в этом веке, но и в будущем. Он все положил Ему под ноги, а Его поставил надо всем, главой Церкви. Он все наполняет собой, и тело Его всецело присутствует здесь. Это Церковь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok